Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы опять в разделе советские фонари ретро-ностальгии. Сегодня мы поговорим вот о таком интересном фонаре, фонаре ручном, называется УТЭ. То есть давайте рассмотрим поподробнее. Здесь знак Олимпиады, что он выпускался в честь Олимпиады он выходил. Во время Олимпиады выходило очень много вещей. То есть этот выпускался в 1980 году. Давайте рассмотрим его поближе. Итак, фонарь достаточно интересный. Здесь у нас есть ручка, чтобы мы могли нести фонарь, удобно держать за ручку. Здесь он как бы тоже, ручка двигается во все направления. Здесь вот, смотрите, этот фонарь может использоваться как и аварийный. То есть здесь вот переключатель есть, отключить. Здесь вот включает свет, он достаточно, кстати, ярко. Здесь вот идет включение, то есть он включился. Только вот этот фонарь работает, белый свет. Здесь работает и белый, и красный. И здесь работает только красный. Вот так вот мы видим. Опять же, сделан фонарь очень интересный. То есть без единого провода. Я ранее показывал вот такая вот эмблема. Мы видим вот такая вот эмблема. До этого я кемпинговый советский фонарь показывал. Также ориентировочно производилась в городе Львове этот фонарь. Если я не ошибаюсь. Здесь вот откручивается крышка. Отсек для батареек. И здесь мы видим этот знак качества СССР. Вот это вот эмблема, которую я показывал с завода. И фонарь называется УТФ. Цена 5 рублей 50 копеек. То есть отсек для батареек. Вот такой вот. Здесь, как я говорил, в честь Олимпиады была выпущена эта серия. Здесь вот откручивается крышка, чтобы мы могли. Вот так вот откручивается крышка. Снимается эта пластмассовая. Банка. И здесь мы можем заменить вот эти две лампы. Здесь именно отсек. Вот так он выглядит. Здесь мы можем поменять свободно наши лампы. Назад закручиваем. Я до этого чем-то похожа. Темпинговый фонарь показывал советский. Вот такой вот фонарик. Давайте его завесим. Вес с батарейками 530 грамм. Такой может использоваться. Хранится как бы в машине. То есть тоже такие вот советские фонари. Удобная ручка, чтобы можно было держать, как говорил. Ну и свет достаточно яркий. Ярко вот. Достаточно ярко светит. Здесь можно как аварийку использовать. Вот можно сразу два фонаря включить. Двойной вот такой фонарь. Вот такой вот интересный советский фонарь Советского Союза. Как говорил, сделан без единого провода. Если его разобрать. Сейчас мы, конечно, не будем его разбирать. Вот. Отсек. Видите? Ни одного провода. Все металлические вот эти пластинами. Все сделано. То есть давайте себе батарейки установим назад. Такие вот две большие батарейки питают этот фонарь. Как бы. А на сегодня все. Это я говорю. Именно фонарь сделан в честь Олимпиады. В Советском Союзе. Которая проходила в честь Олимпиады. И так, если я не ошибаюсь, на нем написано в таких фонарях написано «Львов». Что производилось в городе Львове. Есть что поправить. У кого был такой фонарь, напишите в комментариях. Кто что думает про него. Мне будет очень интересно. Как бы. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Не пропускаем ретро-разделы. Всем пока. Всем пока.